Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня, как говорится, кот с дома мышки в пляс. Сегодня мой муж поехал, я вам говорила, что у нас родственник в другом городе, там лежит операция, и он, муж, поехал туда, повез тоже сестру, поехал туда. Поэтому сегодня, как бы, мужу не нужно готовить индийский обед, завтрак я ему дала, и я решила заняться, как говорится, своей едой. Вот, я решила сделать сегодня блины, потому что это всегда у меня палочка-выручалочка. Когда я готовлю блины, то есть их можно сделать заранее, заготовить блины и заморозить в холодильнике. И по мере надобности, иногда приходишь усталая, ужин, бывает, не очень хочется, то я их просто поджариваю на гриле, как бы, ну, может, немножко маслом могу положить, или же так, просто на сухой сковородке, и они получаются прекрасные, как будто свежие. Вот, поэтому я, я своей поварике тоже позвонила, говорю, ты ко всем сходи сначала, ко мне не нужно приходить с утра, вот, я это, а потом приходи в конце ко мне, поможешь мне. Мне нужно приготовить было ей одни овощи приготовить. Сейчас покажу вам, кто-то звонит. Так вот, я сделала одно блюдо индийское, это вот мужу, это, ну, не только мужу, и нам, я тоже такое тушу. Это листья от капусты, вот, вот листья от капусты, которые мы обычно выбрасываем, но когда они молоденькие, свеженькие, мы их, конечно, используем. Вот, мы их тушим с цветной капустой, с картошкой, морковкой, редиской, вот, добавляем иногда баклажан, баклажана у меня нет сейчас, пока мы его не едим. Вот, вот такое вот получается, вот такая красота, вкусно очень, между прочим, вкусно очень, между прочим. Так, и я, я уже натерла, посмотрите, это у меня фанир, ну, такой, как адыгейский сыр, яйцо, вот, и жареные грибы с луком. Это я уже приготовила, сделала уже блинок немножко, штук 6-7, наверное, и теперь как раз она освободилась. Я говорю, так, давай, у тебя время еще не вышло, ты все думала, давай мне блины. Блины, она знает, как делать, потому что есть аналогичная доса, такое, вот, вы знаете, рисовый блин, поэтому блины она у меня умеет делать. Это, наверное, единственное, что она из нашей кухни может делать. Вареники, все такое она у меня не может делать. Ну, вот, дождь начался с ними. Порешили, вот, у меня. Вот, посмотрите, сколько уже времени. Вот, я сделала только 8, ну, и она уже, наверное, что-то 4 сделала. Так, ну, я, чтобы не заболеть, это у меня такой лук. У меня такой лук сегодня, сейчас я надену, я на коленники надела, чтобы у меня ножки не заболели. Сейчас нужно мне надеть вот эту. Вот, вот этот пояс мне нужно надеть. А то я так смелая, а потом, когда постою на кухне, потому что у меня сегодня еще много чего. Я хочу испечь печенье, одеваю, хочу испечь печенье и хочу сделать пирожду заливную, купила я желатин, желатин тут только вегетарианский. Так, все, приступим к уделу. Вначале я смешаю ингредиенты. Так, все хорошо размешиваем. Добавляю соль. Всегда говорю, я добавляю соль руками. Я не чувствую ложкой соли, поэтому всегда добавлю соль руками. Кстати, мне кто-то написал, что в мишленовских ресторанах повара тоже, кстати, солят руками. И многие другие ингредиенты добавляют руками. Так, мельница у меня сломалась, поэтому... Поэтому перчу руками, поэтому перчу вот этим. Это я перемолола в миксере перец. Как я попробовала, перчика можно добавить. Соли достаточно. Перчик мы любим. Так, теперь я буду формировать уже вины. Вот по таким контейнерам я раскладываю. Раньше я, конечно, смазывала маслом. Сюда я добавляла еще теплый плавленый сыр, пока оно все горячее было. Вот. Это, конечно, гораздо вкуснее. Кому можно, можете добавлять. Мне, как бы, это уже нельзя. Куда? Мне кажется. Куда? Мне кажется. Куда? Мне кажется. Куда? Мне кажется. Вот такие блинчики. Ей нужно готовить лепешки, поэтому она мне попросила подвинуться. И я камеру не могу передвинуть. Она мне там скотчем прикручена, вот эта подставка для камеры. Вот. Поэтому передвигаю, освобождаю ей там место, чтобы ей можно было тоже работать. Вот здесь. Вот. Вот здесь. Вот здесь. Так, она там делает лепешки. Овощи потушила и лепешки. Ну и остальное будет вот эта наша еда. так вот ещё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok